опыт работы редактором показывает что аналитическая статья нередко отклоняется или возвращается по стилистическим лингвистическим причинам они за ее научного совершенства это конечно немного несправедливо поскольку автор тратит много времени и усилий на проведение своего мини исследования однако в мире экспертов публикации и распространение аналитической работы ее результатов также важны как и проведение фактического исследования грамотно проведенное небольшое исследование и хорошо написанная итоговая статья повысит шансы на то что ваша рукопись будет принята авторитетным изданием этот обучающий модуль посвящен 10 типичным ошибкам которые допускают многие авторы при написании аналитических статей если вы только начинаете изучать как писать статью у вас есть отличный шанс учиться на чужих ошибках первое неверный формат прежде чем начать писать не забудьте внимательно ознакомиться с правилами и требованиями для авторов определенного ресурса куда вы отправят собираетесь отправить свою статью перед отправкой текста сделайте домашнюю работу и изучите инструкции которые не только помогут вам правильно структурировать статью но и избавят вас от ряда стилистических недостатков вы также можете зайти на веб-сайт ресурса и просмотреть недавно опубликованные статьи это поможет сэкономить немалое количество времени и сил вам и редактору второе отсутствие или слабая структура зачастую авторы статей присылают один большой сплошной текст без четкой структуры подобный текст сложно читать и воспринимать типичная структура экспертной аналитической статьи открытого характера не сильно отличается от классической структуры научных работ она состоит из трех частей ведение основная часть и заключение работу с будущей статьей следует начать составление детального плана хорошо продуманный и структурированный развернутый план означает что вы уже выполнили половину работы не исключено что план будет меняться не один раз однако это не имеет большого значения разбивать на части надо не только весь текст но также отдельные абзацы и предложения следует свести к минимуму тяжелые текстовые конструкции абзацы на одну или даже половину страницы не годятся постарайтесь разбить их на более мелкие смысловые куски совет после составления предварительной структуры работы ее можно показать знакомому специалисту эксперту или просто близкому человеку который свежим взглядом возможно увидеть слабые стороны и элементы непоследовательности в вашем плане третье формулировка название статьи название работы должно быть точным и ясным проблемным компактным и литературным название должно содержать в себе некую проблематику или подсказку на это название следует написать ключевые слова которые будут представлять текст по ним читатель поймет о чем идет речь правильный выбор ключевых слов определит как поисковая система индексирует вашу статью старайтесь использовать ключевые слова которые чаще всего повторяются в статье название должно быть конкретным постарайтесь избежать общих слов как определенные некоторые или особые данные слова паразиты не несут информационной нагрузки зачастую авторы пытаются прикрываться этими словами когда не могут точно определить тему также важна компактность название статьи оно не должно быть слишком длинным большие названия статей можно сократить с помощью двоеточий большую тему можно отделить на более конкретную зачастую больший интерес у читателей вызывают статьи с каким-то вопросом название статьи например почему узбекистане сложно открыть нпо совет когда материал уже написан придумать к нему название намного проще четвертое не очевидность проблемы введение текста должно указать на основную проблему и показать направление сформулировать цель и задачу захватить внимание обычно вступительная часть статьи состоит из двух-трех абзацев и не занимает больше десяти процентов общего текста приступая работать над текстом нужно начинать самого главного часто из-за отклонения от главной темы и каких-то отвлечений автор не может дойти до сути вопроса или уделяет ему слишком мало места особенно много отличений может быть связаны с повествованием истории древнего мира если в вашей статье есть две или три главные идеи то вам нужен очень хороший аргумент чтобы не поделить нынешнюю статью на такие же отдельные две-три статьи поэтому не стоит ложить все яйца в одну корзину или пытаться объять необъятное это касается не только самой идеи но и географического сужения ареала исследования лучше написать сфокусированную статью про проблему в кыргызстане чем написать общий посредственный текст про центральную азию пятое форма изложения материала большие предложения постарайтесь избежать сложных предложений в несколько строк подобные предложения нужно разделить по смыслу на две или три части не дожидаясь редакторской подсказки большие предложения чреваты тем что читатель дойдя до конца предложения забудет о том с чего она начиналась в идеале одно предложение должно нести одну мысль идею сложный язык думайте с точки зрения читателя и старайтесь написать текст как можно проще это поможет сохранить интерес читателя к вашей статье однако не стоит делать текст слишком примитивным главное правило это попытаться избежать тяжелых сложных к восприятию конструкции перегруженный деталями текст не используйте своей статье слишком много технического сленга не пытайтесь впечатлить читателя малозначащими цифрами и статистикой и бесконечными выдержками из интервью и официальных документов если у вас тексте есть много цифр и различных подсчетов то их следует вынести в отдельные таблицы и иллюстрации и дополнения повторение при написании статьи следует избегать повторений двух типов первое это идеи аргументы и второе основные слова и фразы когда вы в конечном итоге часто повторяете свои идеи и повторяете одно и то же снова и снова как мы делаем сейчас это обычно означает что вы не до конца продумали идею своей темы решение этой проблемы генерировать больше идей на этапе планирования хорошо составленный черновик гарантирует что вы не будете дублировать одно и то же понятие или факт повествование от первого или второго лица ваша статья должна представлять объективную и непредвзятую точку зрения по этой причине используйте повествование от третьего лица взгляд от первого лица выглядит предвзятым потому что вы выражаете собственное мнение и опыт в качестве аргументов постарайтесь избегать местоимений сокращение необъяснимые сокращения могут сбить с толку читателя существует общее правило в тексте для первого раза надо предоставить полное название термина название рядом скобках указать сокращение и использовать сокращенную форму для всех последующих появлениях это внесет большую ясность для читателей шестое цитирование и ссылки если вы не процитируете все что использовали своей статье то вы можете случайно совершить плагиат будь то просто идея перефразированное предложение или прямая цитата не забывайте о цитата в тексте которые должны кратко ссылаться на один из элементов вашей библиографии при работе со ссылками следует помнить о трех наиболее важных вещах первое их последовательное форматирование в соответствии с требуемым стилем второе перечисление каждой ссылки цитируемые в тексте в конце статьи и наоборот указание каждой ссылки в тексте и третье предоставление полной справочной информации если таковая имеется седьмое проблемы заключения в конце статьи не должно быть абсолютно новой информации для читателя суммирование основных доводов не помешает чтобы напомнить читателю о чем шла речь ранее особенно если текст длинноват и сложен по структуре в конце текста нужно сформулировать выводы которые вытекают из изложенного материала но по форме текста и отчасти по содержанию заключение должно строиться из основной части текста но не должно в точности повторять его здесь автор может добавить свое мнение также по возможности по контексту нужно добавить рекомендации которые дадут подсказку на решение проблемы рекомендации должны быть точными и точечными не обобщенными и явными восьмое превышение объема зачастую авторы пренебрегают требованием соблюдать необходимый объем текста хотя это условие ничуть не хуже других редакция может закрыть глаза на небольшой излишек или не или недостаток слов в тексте однако если автор прислал материал на несколько страниц больше или наоборот написал очень мало не раскрыв тему то скорее всего автора попросят доработать материал не стоит надеяться на редактора что он сократит текст за вас это первая обязанность самого автора редактор может сократить текст таким образом что автору может не понравится конечная версия ведь для такого автора каждая строчка бесценна и лишних слов тексте нет 9 дисциплина написание текста это важное дело поэтому было бы ошибкой начинать работу над статьей за ночь до положенного срока вы можете не закончить его нарушить свой режим сна либо написать что-нибудь посредственное и нелогичное дедлайн обычно обговаривается с редактором заранее поэтому лучше не оставлять важные дела на последний момент и не пренебрегать дисциплиной если писать каждый день по абзацу то через несколько дней у вас должен появиться текст десятое отсутствие самостоятельной редактуры какими бы ни были ваши навыки правописания ошибки бывают у всех никогда не забывайте проверить и вычитать свою статью перед тем как отправить ее редактору выполните проверку орфографии убедитесь что все в порядке также надо проверить и сам контент как и составлением начального плана здесь можно попросить друга коллегу или редактора прочитать и по возможности отредактировать статью компьютерные спеллинговые программы увы не решают всех проблем они замечают ошибки в словах но пропускают например случай неадекватного употребления правильно написанных слов это были самые распространенные ошибки при написании аналитической статьи вы также можете пройти курсы по аналитике на нашем сайте медиашкола кабар азия